Сегодня у нас особенное служение, особенный день, когда мы вспоминаем смерть Господа нашего Иисуса Христа. Это то установление, которое Господь постановил своим апостолам и установление, которое исполняется до сегодняшнего дня в церквах Иисуса Христа. Бог положил мне на сердце прочитать книгу пророку Исаии, 53 главу, где говорится о страдающем рабе. Давайте прочитаем 53 глава книга пророка Исаии. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от Него лицо свое, Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно, и не открывал ус своих, как овца веден Он был на заклане, и как агнец предстригущим Его безгласен. Так Он не отверзал ус своих. От усы суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых, за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет благоуспешна, будет исполняться рукой Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на себе грех многих, из-за преступников сделался ходатаем. Я постараюсь кратко поделиться теми мыслями основными, которые видны в этом тексте. 53 глава Исаии, она для современного Израиля является неким преткновением. Не всегда раввины советуют ее даже читать, потому что люди, которые ее читают, наверное, наподобие Евнуха, который читал ту же главу, они спрашивают, а о ком это здесь говорится. И именно эта глава нам описывает долгожданного Мессию, который ждал еврейский народ, который есть Спаситель мира. На протяжении многих столетий было это ожидание. И Иисус пришел как раб. Тут Он написан как раб, Он не написан как Мессия, который является царем, который освободит их от рабства, освободит их от угнетения Римской империи. Нет, Мессия пришел как раб. Как раб, в котором не было ни вида, ни величия. И, как говорит Евангелие от Иоанна, Он пришел к своим, и своего не приняли. В большей своей степени еврейский народ не принял Иисуса Христа, кроме остатка, среди которых были апостолы, апостол Павел и другие. И апостол Павел, он сам комментирует это место Римлянам 10,16 и говорит так, «Но не все послушались благовествования, ибо Исайя говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас?» Вторая мысль. Иисус Христос, Он ничем не отличался от людей того времени. Он родился в простой семье. Тут написано, в нем не было ни вида, ни величия. Это не значит, что Он был урод или калека. Нет. Он просто не происходил из знатной всеми семьи. Он не был с богатой семьи, которая бы имела влияние. Знаете, в этих символах, которые мы видим, они по себе просты. Это просто хлеб, это просто вино. Но в этих символах кроется огромный смысл. Огромный смысл, что Христос пострадал за наши грехи, что Его тело было измучено, что Он истекал кровью. Люди даже дарят друг другу кольца, вроде бы простое. Никто, многие не могут позволить себе драгоценные кольца, очень дорогие. Но смысл, который вложен в сам кольцо, это любить и быть верным человеку. Так Иисус Христос, Он пришел в этот мир в простоте. Но при этом Он показал эту величайшую премудрость, которая была в нем как в Боге. Далее мы видим, что тут написано, что мы блуждали, как овцы, не имеющие пасторя. И Господь возложил грехи наши на Него. Знаете, основная истина христианства, основной догмат, который обязательно должен присутствовать в христианстве, это то, что Христос умер за наши грехи. Об этом очень ясно говорит апостол Павел в 1 Коринфянам 15-3 «Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Очень важный момент, чтобы мы понимали, что Христос умер за грехи Мои. Иисус на вечере сказал «Сие есть тело Мое за вас ломимое, сие есть кровь Моя за вас проливаемое». Еще мы видим в этом тексте, что Христос в 7 стихе Он истязуем был, но страдал добровольно. Знаете, мы в нашей жизни многие вещи делаем недобровольно. Мы их делаем принудительно. Мы делаем так, чтобы было комфортно, чтобы было свободней. Иисус Христос так не поступил. Он оставил славу небес, и Он спустился на эту землю, став подобным нам человеком. И об этом говорит апостол Павел, посланник филиппийцам, когда говорит, что Он уничижил Себя, став подобным нам. Также Евангелие Иоанна, 10 глава, Христос говорит, что «Никто не отнимает ее у меня, но Я сам отдаю ее». Иисус добровольно отдает свою жизнь за этот мир. Эти символы, друзья, нам показывают, что жертва Иисуса Христа она достаточна. Христос смог сделать все для того, чтобы человек мог прийти, чтобы человек мог увидеть это Евангелие, Евангелие любви. Когда мы хотим думать о Боге, какой наш Бог? Просто возьмите и представьте себе крест. и вы увидите там, как Бог полюбил каждого из нас. Вы увидите того Бога, который оставил все самое лучшее и пришел на эту землю. Исайя пророчески видит также, что несмотря на позорное распятие, которое произошло, потому что в то время, так как распяли Иисуса Христа, это была самая позорная смерть. По историку Иосифа Флавию, таких людей даже не воздавали им даже почести после смерти их. Но Писание нам говорит, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было жив в устах его. И мы знаем из Нового Завета, что ученик Иисуса Христа тайный, Иосиф из Аримафеи богатый, он именно и погребал Иисуса Христа в той пещере. Дальше мы видим, что Христос принес жертву умилостивления. то, что заслужили мы, все упало на Христа. Мы заслужили смерть, мы заслужили погибель, мы своими делами ничего хорошего не заслужили. Но Христос, несмотря на это, свою любовь показывает нам тем, что Он возлюбил нас, прежде чем мы Его возлюбили. Сегодняшние эти символы нам говорят о том, что мы каждый раз, месяц, один раз, встречаясь, должны вспоминать о жертве Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас я помолюсь над хлебом. Давайте встанем и помолимся. Иисуса